Прошло всего два дня, и как быстро выскочили пролезки. И с этой стороны тоже. Лезет сныть, лезет одуванчик, лютик лезет. Ой, девчонки, ой, мальчишки, что мы наделали? У нас идет похолодание с понедельника со снегом и с заморозками, но мы решили, чтобы сохранить нашу рассаду и такую длинную не нести опять домой, нам ее легче сохранить посаженной, потому что нагрет теплицу нам легче, чем будет стоять вот в таких баночках и не будет питание тащить. Будут они квелые. Так мы их все-таки обогреем. Или поставим воду нагретую. Свечки у нас есть толстые. Обогреватель есть, можем сюда принести. Все зависит от степени похолодания. Ну, обещаю, это снег и все. Ну, в общем, посмотрим, как, чего. Вот эти помидоры не вошли. Я и так уговорила мужа два ряда посадить. Он же на такую ширину вообще в один ряд сажал всегда. И говорит, куда нам столько помидоров. А действительно, куда нам столько помидоров? Сама не знаю, куда. Ну, вот эти вот, что не вместились. Здесь челнок, три штуки, сливовидные. Я их посажу в грунт. Ну, и три из магазина съели помидоры, а семечки магазинные. Не знаю, куда пока. Может, никуда. Сейчас я нарисую схему. Перепишу, где какой сорт. Коробочки лежат рядом. В тетрадь. Потом я эти коробочки все сейчас соберу. Материал унесу. Цветы. Вот остался один ящик. Переношу я их в другую или в теплицу, или просто к двору туда поставлю. В зависимости, что ночью будет. Ну, мне кажется, петунии, астрому ничего не будет. Вот эти банки пока в ящиках стоят. Это для полива, вот эти банки. Ну что, сейчас буду записывать. Пойду я за тетрадкой. Она у меня, кстати, где-то в помидорах. Так, в каких... А, вон она. Вон она тетрадка. Так. Сейчас будем... Попробую я закрутить ножку. А, не больно-то получается. Ну, вот так. Намокла у меня уже тетрадь. Вот у меня грядка. Один ряд. Второй ряд. Здесь дорожка. А вот и буду сейчас по кругу записывать сорта. Пока выключусь. Огурцы некоторые уже по второму листу пошли. Вот эти. Тут какой-то чай вряжливый. А это последний я посадила. Тоже листик выпускает. Ну, на следующей неделе, наверное, посадим. Намыла я полы везде. Здесь вот доставали картошку. Достала георгины. Они еще не проросли. И достали раннюю картошку. Жуковская и Рецкарлет. Хотим посадить уже. Так, здесь я тоже намыла полы. Пусть высыхают, а я пойду пока на улицу. Здесь вот стоим на полюлю. Терань я уже забываю домой заносить. Уже она здесь у меня ночует. Вот так вырос. Пойду я еще помидорный парник. Посмотрю. Муж велел закрыть форточки, закрыть двери. Посмотрю, как они там чувствуют. Шмели летают, бабочки летают. Хотела я из трубок выковырнуть землю. Муж сказал, ты не сделаешь, я их побью. И она говорит, выскочит земля. Надо плоско делать. Плоско сгинать их надо, чтобы вода, земля, то есть, не попадала. А я не догадалась. Ну что, сидят. Температура 30. Но чувствуют они себя нормально некоторые. Мы уже подвязали к железным кольям. Потому что очень высокая рассада. И почти вся с бутонами. А здесь челнок. Уже цветочки есть. Но этот челнок я или в бедра посажу, или с перцем, который не войдет. А не войдет он у меня. Весь точно. Вот. И я хочу... Здесь вот в прошлом году были кабачки. Цветы удалю. Ой, какие мешают. И здесь у меня муж сделает гряду. Высажу сюда. Но это когда уже тепло будет. И накрою микропорничок. И будут они у меня здесь остатки роскоши расти. Вот это вот... Не знаю, что за цветы. Наверное, гиацинты. Я думала, они пропали. Их было 4. Вот 2 лезут. А этот вот чеснок я сажала из семечка. Ну, в смысле, из головки цветущей. И вот он у меня взошел. Ну и пусть сидит. Он будет у меня на круглозубку, на посадку. Вот он у меня тут квиртотырками. Раскупоривается. А здесь у меня какие-то типа мускари крупные. Прямо крупными цветами цветут. Но ботва делается страшная. Хочу их тоже уменьшить. Они так разрастаются. Тоже луковичные. Подснежники. Подснежники уже доцветают. Бубочка образуется семенная. Здесь в прошлом году у меня были веселые ребята. Перекопала я вчера грядку. Цветочки анютки выкопала, посадила двумя кучками. Больше тут нет ничего. Ну, может быть, зайдут еще, когда будет тепло. Но сюда я посажу однолетники. Пока не знаю, куда, чего. Это будет попозже. Лен растет. Вот это вот я собираю корни. Всякие. Ну, в смысле, пыре я собираю. Здесь-то у нас только пырей и одуванчик. Я их собираю. Сушить буду, мыть. Мне к ним еще нужен лопух. Лопух в огороде не растет. За лопухом здесь где-то был корень. Я уже его и не вижу. Где-то оставляла корень. Может быть, я его уже унесла. Не вижу. И вот всякие корневища у меня здесь и здесь. И там, вон. Там одуванчики. Надо, наверное, сюда одуванчики. Вот это швабра я сегодня. Намывала полы. Так, сегодня мы кур закрывали сверху черной пленкой на гордях цепляли. Чтоб не особенно летало. Муж еще придавил досками, привязал проволокой. Это чтобы у них не мочила купальню. Да и вообще поменьше было воды. И он еще вот здесь дополнительно сделал вот эту вот часть. Тут обычно кормушка стоит. Курочки. Курочки. Стала я им ставить кастрюлю с водой здесь. Половину отпили. Буду бутылку двухлитровую нести. И доливать водички. А цыплятник пока не накрываем. Цыплятник сегодня утром муж, не знаю, сколько яиц он там заложил. Ну, немного он заложил. На инкубацию. Вот. Потому что из этих у нас, из шести штук, похоже, один петух и пять кур. Вот. И мы решили еще заложить. Так, мне надо вот этот мусор еще завести. И вот я черешню, которую... Майка, вишня. Мы ее зовем черешня. Она в июне уже поспевает. Это я ее сюда пересадила. Не поливала тут сыра. Можно у нас канавы полить. Но мне, кажется, смысла нету. Тут только что снег растаял. И дожди обещают. Здесь, конечно, цветы посажены. Где-то я уже и не помню где. Но ничего страшного. Вот это вот лунария. Немного. Там дальше колокольчик. Желтый лилейник. Там пробиваются сентябрины. Здесь вот похоже ничего. Здесь же тоже лилейники у меня. Но они вот так вот идут по периметру. Вот. Тут тюльпаны пробиваются. Петрушка. Здесь, что я в прошлом году сеяла. Гвоздику. Но она не вся у меня перезимовала. Я ее все равно буду рассаживать, наверное. Вот здесь вот была осенью зашла. Много было ее. Но, видно, вымокла. Зато чеснок пробивается. Что пропустила в прошлом году. Это же чеснок все. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Российской Корректор А.Егорова